Приветствую, друзья! На связи с вами снова Сергей Куликов, он же Моряк, и это Фокусы от Моряка. Я вас, конечно же, приветствую. Сегодня у нас будет очередной обзор колоды, и сегодня у нас колода, которая называется Bicycle Flying Machines. Именно вот эту колоду мы сейчас с вами посмотрим, но прежде чем мы перейдем к обзорчику, я хочу отдельно поблагодарить своего подписчика и товарища из города Саратова, Петра Прокина, который подогнал нашему судну эту колоду для обзора. Поэтому, Петр, отдельное тебе спасибо и привет! Ну что ж, а мы переходим к обзору. Ну что ж, друзья, вот она и перед вами эта колода, которая называется Bicycle Flying Machines. Кто не знает английского, переведу. Летательные машины, летающие машины, летательные аппараты можно еще перевести. Итак, что мы видим? Здесь такое довольно-таки прикольное мультяшное изображение всяких необычных воздушных кораблей, которые вы еще увидите в этой колоде. Такой приятно небесный такой цвет голубой с облаками. Собственно, зеленые здесь, зеленые холмы. И здесь мы видим такого изобретателя, который изобретает эти машины, запускает их в воздух. И вот, собственно, они и парят. Ну, как бы надпись Bicycle, надпись Flying Machines. Здесь сообщение о покрытии Air Cushion Finish, да, то, что сделано в США. Здесь то же самое. Ну и здесь продолжение как бы картинки, да. То есть такие вот холмы, там домики всякие на берегу озера, да. Там видны такие типы как ангары. Ну, видимо, там прячутся эти машины. Рисовальщиком, да, является Марк Студсман. Как вы помните, этот человек уже не одну колоду помог нарисовать, да. А может быть и с нуля нарисовал. Ну что ж, давайте откроем колоду, посмотрим, что у нас там внутри. Колода внутри белая. Никаких там дополнительных приколюшек нет. Как, например, в Hellions, да. И что мы видим здесь? Ну, во-первых, вот такая вот карта. Что-то здесь написано. Если честно, как-то я не переводил. Ну, неинтересно было. Здесь вот такая вот еще карта есть. Где, говорится, посетите наши там официальные сайты и т.д. и т.п. Ну и, собственно, сами карты. Давайте посмотрим на двух Джокеров. На Джокере как раз на первом изображен этот самый изобретатель, который стоит на коробочке, да. Как вы видите, он сидит. Тут крутит педали, работает пропеллер, как у вертолета. И он куда-то полетел. Ну, а здесь мы видим, как он... Чем закончилось его изобретение. То есть он развалился в воздухе и полетел вниз. И, скорее всего, свернул себе шею. Вот такие вот два Джокера. Вот так вот они различаются. Давайте сразу посмотрим на рубашку. Рубашка здесь очень, кстати, красивая. Смотрите, она выполнена тоже в таком вот небесно-голубоватом оттенке, да. То есть мы видим здесь что? Мы видим здесь вот этого самого изобретателя, который летит на летающей машине. Это причем велик. Всем знакомый нам байсикловский велик такой, да. Но он с крыльями и он с парашютом. И внутри там сидит вот этот вот изобретатель. То есть он крутит там руль. Ну, и машина куда-то поворачивается. Вот такой вот пропеллер здесь. Здесь сверху вот всякие тоже такие изображения там с дирижабликами. Такие вот интересненькие, да. И такие прикольненькие узорчики. Ну, и здесь, собственно, такие вот крылья нарисованы, да. Ну, и, естественно, все это зеркалец. Вот такая вот прикольная здесь рубашка. Итак, это были у нас джокеры. Далее поехали. Вот так вот у нас выглядит туз-пик. То есть это как раз вот этот вот самый туз, который нарисован вот здесь вот на обложке, да. На коробочке. То есть вот такой вот туз. Из себя он представляет такой корабль с парусами. В середине купол, как на воздушном шаре, который подогревается, да. Надувается за счет нагретого воздуха. Здесь стоит такая вот паровая установка какая-то, да, типа котла, которая и нагревает. Ну, соответственно, здесь всякие мешки с песком, дополнительные груза висят, пропеллеры и так далее. Ну, в общем, так прикольно, по-мультяжному прорисовано. Мне лично нравится. Кстати, особенность карты в том, что немножечко видоизменены индексы. И изменена прорисовка самих мастей. То есть, видите, здесь пики нарисованы вот как по-другому. Такие шестерни и всякие такие там внутри штучки прикольные. Ну, и, собственно, надпись United States Playing Card Company и так далее. То есть, здесь поехали дальше. То есть, с младшей картой, как я уже сказал, изменены шрифты. И изменены сами изображения мастей, да. То есть, вот так вот это все выглядит. Старшие карты у нас классические, но изменена цветовая гамма. То есть, к другому покрашены, скажем так. Вот такой вот у нас червовый туз. То есть, это такое вот какое-то вообще НЛО. Подвешенное здесь какое-то светильник какой-то снизу. И такая лестница к нему идет. Ну, так вот выглядит это туз черви. Такой вот летательный аппарат на тузе черви. То же самое. Совсем по-другому изображены черви. Да, то есть, по факту, те же самые пики, только перевернутые и красные. Точно такие же шестерни здесь. Ну, валеты дамы-королей тоже самое, да. Только цветовая гамма другая, покрашены по-другому. Вот такой вот крестовый туз. То есть, это такой дирижабль в полной мере. С парусами сверху и снизу. И сзади еще у него пропеллер. На нем изображена крестовая масть. И он тоже куда-то усердно так шпарит. Внутри тоже нарисованы шестереночки. Крестовая масть также необычно прорисована. Ну, старшие карты такие же. Так же цвет изменен. Ну, и бубновый туз. Это такой вообще похожий на пчелу. Летательный аппарат, который очень сильно кочегарит. Снизу у него пропеллер. Будка там, где люди, наверное, сидят. Здесь вот тоже у него, походу, сидят люди в глазах. Ну, как вы видите, иллюминаторы есть. Походу, он машет крыльями и куда-то летит. Ну, прикольно прорисовано. Мне нравится. В бубновых мастях тоже внутри нарисована шестереночка. И так вот с узорчиками они сделаны. Ну, такие вот у нас карты. Да, то есть старшие карты у нас точно такие же. Но только цвет другой. Что касается качества, там, жесткости и так далее. То есть по факту это те же самые байсикл стандарты. Вот прям по качеству, по жесткости все то же самое. То есть тасуются так же хорошо. Различные, значит, флориши, там, с ними все выполняется ништяк, да. То есть они не особо такие скользкие. Ну, хотя, может быть, они просто уже попользованные, конечно. То есть скользят они в плане флоришей, там, лент и так далее. Тоже хорошо. То есть вы можете взять, спокойно переворачивать полностью всю колоду. Поделать веера, да, различные. То есть, ну, короче, хорошие и качественные байсикловские карты. То есть дриблы, пружинки. В общем, с ними все получается хорошо. Друзья, ссылочку на покупку этих карт, если они вам понравились, я, конечно же, оставлю в описании. Кому понравились эти карты, купите. Довольно-таки прикольные картишечки, такие необычненькие. Качество клевое. Ну, по типу как байсикл стандарт, по жесткости тоже самое. Ну, в общем, по факту это те же байсиклы стандарты, но только вот с изображением, с другими изображениями. То есть с изображением летательных аппаратов, с изображением на рубашках там различных таких вот прикольненьких тоже летательных аппаратов с изобретателями. Вот, ну и с прикольной коробочкой, да. Ну, что ж, друзья, это была колода Bicycle Flying Machines. На связи с вами был Куликов Сергей, он же Моряк. И да, хранят вас в буги море и небес! Пока-пока!